Одни в празднике Хэллоуина не видят ничего страшного, другие категорически против этого праздника. Откуда появился он? Кельтские племена праздновали Новый год в последний день октября и верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября граница между миром живых и мертвых стиралась. И чтобы обмануть злых духов и не попасться им на пути, люди прикидывались этими злыми духами отсюда и пошла традиция наряжаться в устрашающие костюмы. А при чем здесь тыква? Тыква стала символом праздника по логичной причине. Конец октября, время сбора урожая, а крупный овощ считался символом плодородия. Считалось, что огонь внутри тыквы защищал от злых духов и отпугивал прочую нечисть. Хэллоуин это хороший способ проработать с ребенком его страхи. Наряжаясь в жуткие костюмы, этот страх становится маленьким и незначимым и смешным. А также хороший повод провести время всей семьей, украсить дом и познакомиться с соседями. Для меня это был первый такой опыт знакомства с соседями. Это было очень удивительно для меня. Все соседи нашего комьюнити выходили из гаража или дома на улицу, ставили столики и заполняли эти столики огромной кучей конфет. И когда к ним подходили наряженные дети, они давали им конфеты, иногда говорили что-нибудь смешное, дети от этого были просто в восторге. Да и не только дети, все взрослые наслаждались общением, костюмами и праздничным настроением. Я нашла сходство с традицией на наш праздник, когда приходят каледовать и им дают много вкусностей и денежку. А тут детям дают конфеты за то, что они подошли к столику с большой сумкой из тыквы. Это насобирал Юра, это насобирал Дима. Что ж мы теперь с этими конфетами делать будем? Мне очень понравился праздник, было так весело, все соседи готовились, выставляли столики.